Мы были поражены этим утром, увидев множество людей вокруг церкви. Мне сказали, что вокруг церкви немощные и больные люди. Я сказал, ведь сегодня не служение и исцеление. Это обычное служение. Но чему мы были сегодня свидетели? Я полагаю, что мы не дадим им уйти. Но в следующий раз, думаю, что Бог все же позволит им уйти. Да, так действует Бог. Не делайте так больше. Но сейчас мы должны им помочь. Во время молитвы за них для вас будет изобиловать благодать. Вам надо просто востребовать это помазание. Пока идет молитва за них, вы востребуете это помазание. Когда я говорю «во имя Иисуса», вы в это время тоже молитесь. Когда я молюсь за них, вы молитесь о себе. И когда человек получает исцеление, вы исцеляетесь тоже. Когда кто-то освобождается, вы тоже освобождаетесь. Давайте я подготовлю вас к этому, потому что нам предстоит перейти в другую сферу. Мне будет сложно исцелять, молиться за людей и заниматься еще с вами, если я не подведу вас к этому. Подведу в смысле «научу», «подготовлю». Вам нужна правильная связь, чтобы понять, что нам предстоит. Потому что вы только что закончили танцевать, вы были в атмосфере танца. В этой сфере тоже есть помазание. Так вот, мне надо вывести вас оттуда и перевести в другую область. Я должен подготовить вас. Мы переходим в другую область. Туда, где вы будете видеть происходящее, но не сможете понять, как все это происходит. Это другой уровень, где нет необходимости в действии физических рук. Вы будете видеть, как что-то происходит, но при этом наша сила, наши усилия будут необязательными, ненужными. Другой уровень, где нет нужды в нашем голосе, в нашем языке. Вот, например, чтобы взять это, вам надо использовать свою руку. Но в нашем случае вам не понадобится использовать руку, чтобы взять это. Вот почему вам трудно понять, как это произойдет. Бог не посылает нам то, с чем мы знаем, как справиться. Он всегда нам посылает то, с чем мы не знаем, как нам быть, для того, чтобы Он мог научить нас. Вот если Бог скажет «поднять это», вам не трудно будет это сделать. Обычно Бог предлагает нам поднять эту колонну. Вы можете поднять ее? Он всегда посылает нам то, с чем мы не знаем, как справиться, что мы не сможем сделать своими силами. Это потому, что Он хочет научить нас. И в этом процессе обучения Он тренирует нас по своей программе. Он преобразует нас по своему усмотрению. Он не просто исцеляет то, с чем бы справились врачи. Если вы больны, вы идете к врачу, и он вас лечит. Вот почему я говорю, что если вы не можете верить Богу, принимая таблетки и медикаменты, то вы не сможете верить в него и без таблеток. Вы носите в своем кармане таблетки от гипертонии, от инсульта, от диабета, потому что вам надо принимать их по часам. Вы сидите и молитесь. «Я не хочу принимать эти таблетки. Я не хочу их больше принимать. Исцели меня. Исцели меня. Исцели меня. И когда за вас помолились, вы пытаетесь узнать у евангелистов, надо ли вам принимать ваши лекарства. Вы хотите встретиться с человеком Божьим, потому что не знаете, что вам делать с таблетками. Если вы не можете верить Богу со своими таблетками, вы не сможете верить в Него и без них. Потому что Бог ничего не имеет против ваших таблеток. Это естественное. Вы же, к примеру, используете мыло, чтобы помыться. Точно так же и ваши таблетки. Если таблетки – это плохо, то и мыло тогда тоже плохо. Так же, как и крем, который вы наносите на свое тело. Все, что прописывают врачи и фармацевты, изготовлено из растений. Если таблетки – это плохо, то и крем, и мыло, которыми вы пользуетесь каждый день – это тоже плохо. Как вам узнать, что вы свободны, и что Бог не хочет, чтобы вы больше принимали свои лекарства? Это произойдет, естественно. Есть разные симптомы, напоминающие вам о таблетках. Это может быть мигрень, либо головокружение, либо дискомфорт, или в теле ощущается дрожь. Все эти симптомы напоминают вам о таблетках. Но когда за вас помолились, и внезапно у вас пропадают все эти симптомы, вы автоматически забываете о своих лекарствах. Вы второй и третий день идите и спите нормально. Вы забываете об этом, потому что те симптомы прошли. Это действие Бога. Но когда вы помните о своих лекарствах, продолжая молиться, значит, что-то не так. Я знаю, что многие из вас, сидящие здесь с утра, уже около пяти часов не принимали никаких таблеток, чего дома у вас никак бы не получилось. Но тут вы просто забыли о таблетках, потому что не чувствуете никаких симптомов. Это Бог. Давайте перед тем, как перейти к исцелениям и освобождениям, мы прочтем небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна, первая глава, 33 стих. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем?» Обратите внимание, «Духа, сходящего и пребывающего». Но сегодня получается так, что Дух сходит, но не пребывает. С нами происходит чудо, но оно оказывается непостоянным. Мы постоянно получаем благословения, но не можем их сохранить. Мы продолжаем получать освобождение, но после недолгого времени мы опять одержимы. Иисус хочет вселиться в нас, но из-за того, что мы огорчаем его, мы не позволяем ему этого сделать. Он не останется в нас надолго, когда мы огорчаем его. Он не пребывает в нас, если он огорчен. Мы огорчаем его своей гордостью, и мы выказываем эту гордость по-разному. Например, «Хорошо, пусть выйдут те из вас, кто получил исцеление». Когда вы ожидали исцеления, вы плакали, кричали, «Но как только вы исцелились, вы уже не хотите выходить. Вы не хотите смотреть в камеру. Но когда вы были больны, вы хотели смотреть в камеру». Мы выражаем свою гордость по-разному. Теперь вы видите, почему у некоторых не получается сохранить. Написано, «Святой Дух сходит и пребывает». Однако мы получаем, но не сохраняем. Вы таите обиду на своего брата. Этим вы уже огорчили Святого Духа. После исцеления вы продолжаете иметь что-то против вашего брата. А Библия говорит, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вы не должны удивляться, что Библия кажется вам ненастоящей, когда вы читаете ее, если вы затаили обиду. Вы будете читать Библию, но она не будет для вас живой, потому что вы держите обиду на своего брата. Вот почему. Когда вы читаете Библию, вы попросту теряете время. Потому что в том, что вы читаете, нет никакой жизни. Есть книга и есть жизнь. Они должны быть вместе. «Писание» — это литература, но когда оно вдохновлено Святым Духом, оно становится Библией. Только когда оно вдохновлено Святым Духом, оно имеет власть. А так это просто книга. «Если вы затаили недовольство против брата, вы уже огорчили Святого Духа». Вы не должны удивляться, что когда вы читаете Библию, она кажется вам нереальной. Вот почему мы, люди Божьи, иногда, затаив обиду внутри себя, мы выступаем и начинаем проповедовать. Библия не может быть реальной, когда мы затаили обиду. Вы говорите, «То место нехорошее, та церковь плохая». Вы держите Библию и начинаете воскресную проповедь. Итак, что вам нужно сделать сейчас, прежде чем вы перейдете в сферу исцеления, освобождения и спасения? Вам нужно оставить свое прошлое, правы вы или нет. Если вы отпустите обиду и свое сердце, тогда все будет хорошо. Даже не надо звонить. Если вы отпустили обиду, на кого бы вы ее не держали, дело сделано. Вы примирились с Богом. Даже если вы не позвонили тому человеку, на кого вы таили обиду, но решили в своем сердце отпустить ее, то ваши отношения с Богом налажены. Отпустите обиду. Потому что Иисус хочет вселиться в нас. Дух Святой хочет вселиться в нас. Если Он хочет вселиться в нас, мы должны позволить Ему это сделать. Скажи соседу, вы должны разрешить Ему быть в вас. А когда вы держите обиду на ближнего, Святой Дух не может оставаться. Все, что вам нужно сейчас знать, это как сохранить благословение. Это то, что мы называем удержать. Если вы исцелены, сможете ли вы удержать это исцеление? Если вы освобождены, сможете ли вы удержать это освобождение? Если вы благословлены, сможете ли вы удержать благословение? Если бы вы могли удержать благословение Божие, ваша жизнь не была бы такой. Много, что нам Бог дает, мы не в состоянии удержать. Затаив обиду на своего брата, вы уже огорчили Святого Духа. А если вы огорчили Святого Духа, вы будете читать Библию, но не сможете понимать ее. Она не будет для вас живой. Будет, как будто вы читаете литературу, как будто читаете рассказ. Вот почему вы не понимаете Библию. Даже имя Иисуса, которое вы призываете, вы должны призывать его со властью. Но каждый раз, когда вы призываете Иисуса, вы зовете самих себя. Во имя Иисуса, и вы понимаете, что зовете себя, потому что никто вам не отвечает. Только люди вокруг слышат вас, и вы сами слышите себя. Вы огорчили Святого Духа тем, что затаили обиду или недовольство. Прямо сейчас начните освобождать себя. Вы можете принять решение сейчас, если хотите с этим покончить. Любой человек, правы вы или виноваты, у вас нет права держать обиду. Возложите это на Бога. Начните прямо сейчас. Дайте мне увидеть ваше сердце, ваш дух в общении с Богом. Начните общение прямо сейчас. Начинайте молиться. Говорите, Господь, я сдаюсь. Это первый шаг к тому, чтобы подчиниться Богу и сказать, я сдаюсь. Если вы подчинились, вы отпустили обиду, боль прошлого, горечь, негодование, ненависть. Прямо сейчас я хочу увидеть ваш дух в общении с Богом. Молитесь в духе. Начните переводить в порядок свои дела. Зрители, начните переводить в порядок свои дела. Все Иисусу отдаю я. Весь Ему принадлежу. Все Я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все Я отдаю. Это первый шаг в отношениях с Богом. Некоторым из нас было очень непросто это сделать. Вы продолжаете заявлять о том, что вы правы. Меня обманули. Это был позор. Он должен извиниться первым. Он обманул меня. Нет. Правы вы или неправы. У вас нет права оттаить обиду или недовольство против вашего брата. Потому что это влияет на каждую сферу вашей жизни. Вы читаете Библию, но она не оживает. Потому что сердце преобразовывает то, что вы читаете. Вы читаете и отправляете прочитанное в пункт переработки. Пункт переработки преобразовывает прочитанное и отправляет Святому Духу. О, Боже, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Давайте я воспользуюсь Библией для примера. Я открываю свою Библию и читаю. Господь сжалился над Иаковом. То, что я сейчас прочитал, попадает в сердце. Если оно не попадает в сердце, это только слова, литература. Итак, чтобы это слово стало реальным и живым, оно должно попасть в сердце. Потом сердце обрабатывает это слово, а после обработки отправляет его в Святому Духу. И теперь Святой Дух влияет на него. И тогда оно становится инструментом исцеления, благословения, спасения и освобождения. Вот, к примеру, золото. Чтобы очиститься, оно должно пройти сквозь огонь. Точно так же. И это слово, которое мы сейчас читаем. Господь сжалился над Иаковом. Это слово, которое должно попасть прямо в сердце. И сердце очистит его, преобразует. И когда оно очистится в сердце, оно присоединится к Святому Духу, к Духу Божьему, и станет инструментом. Сердце означает Дух человека. Но если ваше сердце наполнено недовольством, если ваше сердце наполнено ненавистью, слово туда не попадет. Сердце может владеть только чем-то одним. Если там ненависть, больше ничего не сможет туда попасть. До тех пор, пока ваше сердце не очистится, не станет свободным. Когда у вас свободный Дух, в вашем сердце нет ненависти, вы не таите обиду и не имеете ничего против кого-либо, ваше сердце свободно, у вас свободный Дух. Тогда слово может войти туда, быть обработано и присоединиться к Святому Духу, к Духу Отца, стать полезным инструментом. Что в вашем сердце? Много всего. Сердце – это человеческий дух. Что в вашем духе? Много чего. Вот почему слово, которое вы читаете, продолжает быть литературой. Историей об Иакове. Если мое сердце не свободно, то я просто читаю об Иакове. Это остается историей об Иакове, пока не попадет в сердце. Сердце преобразует его, очистит и присоединит к Духу Отца. Когда сердце присоединит его к Духу Отца, оно станет инструментом спасения, исцеления и освобождения. Вопрос в следующем. Что в моем сердце? Ваше сердце наполнено прошлым. Люди, которые обижали вас, люди, которые ненавидели вас, люди, которые обманывали вас, которые разочаровали. Места, где вы работали в прошлом, и вам не заплатили. Вы проработали целый год в компании, и вам отказались заплатить. Если вы хотите узнать настоящего христианина, просто подойдите ближе, когда он молится. По этой молитве вы сможете определить, христианин он или нет. Бог, я ненавижу его, я хочу убить его, я проклинаю его, я не прощу ему, во имя Иисуса. Вы можете понять, что он не христианин, если он извергает боль из своего сердца. Спроси соседа, что в твоем сердце? Теперь вы знаете, что такое значит свободное сердце. Сердце значит человеческий дух. Свободный дух значит сердце, которое не держит обиды. Когда ваше сердце отпустило обиду, то если вы читаете Библию, оно попадает прямо в сердце, и ваше сердце преобразует ее и направляет к Святому Духу, соединяет их, и это становится инструментом. Но если ваше сердце не свободно от всей этой боли, людей, которые разочаровали вас, вы никак не сможете воспринимать Библию как что-то живое или реальное. Вы будете продолжать читать Библию так, как будто вы читаете рассказ. Общество может обмануть вас. Вы профессор, вы кандидат наук, но вы безработный. Общество обмануло вас, и это тоже может быть обидой. Или вы работали под руководством человека, у которого нет сертификата, а вы кандидат наук. А этот человек, у которого нет сертификата, ваш босс. И каждый раз, когда вы видите его, он зовет на вас, «Дай мне тот файл». Вы говорите о своем сердце. «Я кандидат наук, а этот безграмотный». Вы с болью подносите этот файл. Положите его здесь. И вы смотрите на него через плечо. И так всегда. Вы смотрите на своего босса, который всегда дает вам указания. Забег не всегда для самых стойких или быстрых. Если вы лучше, чем ваш босс во всех отношениях, во внешности, в мудрости, в понимании, образовании, одаренности, если вы понимаете, что вы лучше него, а он ваш босс, помните, в забеге не всегда побеждают самые быстрые. Бог отправил вас туда, чтобы вы чему-то научились. Ваш путь на этом не заканчивается. Вы всегда говорите так, как будто на этом ваш путь заканчивается. То, о чем вы говорите, это только один этап из истории вашей жизни. Вы скоро покинете это место и встретите много еще всего. Если Бог хочет дать вам великое будущее, Он будет готовить вас к Нему. А как Бог готовит людей к великому будущему? Он отправит вас к глупым, грубым людям, к безграмотным, потому что Он хочет, чтобы вы могли понимать все. Он позволит вам пройти через все эти глупые и бессмысленные вещи, чтобы, когда вы займете должность, вы смогли понимать, что значит быть глупым мальчиком. Сегодня появилось много героев, которые на самом деле не Божьи герои. Не всякий герой от Бога. Много таких, кто не от Бога. Бог сказал, «Мир, который я даю вам, не так, как этот мир дает». Это значит, успех, который я даю вам, отличается от того, который дает этот мир. Сам Бог заявляет, что этот мир может дать успех, но мой успех отличается от того, который дает этот мир. Если вы видите кого-то на высоких постах, успешного, вы должны спросить, это Божий успех или мирской? Порой, когда Бог хочет поставить вас на высокую должность, Он может позволить работать вам на того, кто имеет мирской успех. Он позволит вам работать на преступников даже. Он позволит вам работать на коварных людей, но Он будет защищать вас. То недолгое время, когда Он позволит вам работать там, Он будет защищать вас, потому что Он готовит вас. Вот как действует Бог. Вы должны иметь определенную степень в любви, и также вы должны иметь определенную степень в ненависти. Так что, когда вы займете ту должность, вы будете в состоянии объяснить и понимать, что это значит пройти ненависть. Бог всегда подготавливает нас к этой должности. Он подготовит нас для этого. Он тренирует нас. Вы должны быть готовы к Божьему воспитанию. Итак, еще раз. Примите это слово, библейское слово. Наше сердце преобразует слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok